Здравствуйте, дорогие цветоводы! Я хочу познакомить вас со своим садом-цветником в конце мая. Последнюю съемку о моих цветниках я делала в начале мая. А сейчас, что же цветет у меня сейчас? Посмотрите, вы узнаете этот цветничок? Этот цветничок, на котором царствовала маргаритка, незабудка, это мои первые цветочки. Что же сейчас здесь находится? Вот цветет гвоздика розовая. Вот такие вот шикарные-шикарные кусты. Очитки. Они еще не цветут, но они пошли в полный рост. Вот еще у меня куст гвоздички. Очень красиво и очень ароматно. А еще ясколка. Видите, это белый коврик. Я очень хотела когда-то развести эту ясколку. Мне очень нравился. Она украшает цветничок. И ранней весной, помните, этот сизый коврик был такой вот? А сейчас это белые цветочки. Тоже как коврик. Ну и есть коврик. Хосты. Ну и тут нецветущий уголок. Нецветущий уголок мой. Вы знаете, в этом году мы боремся с травами. Ну, ненужными травами для нас. Бурьянами, как мы говорим. Клематис. Вот такой вот голубой красивый клематис. Но он в этом году плохо цветет. Очень мало цветков. Не знаю, я с ним не успела поработать. В общем, надо было его обстричь. Но, честное слово, на все рук не хватает. А вот лилейник желтый. Вы знаете, он тоже очень пахнет. Он, казалось бы, простой. Вот он уже немножко перецветает. Но его и в букеты добавляют. Ну, в общем, изумительный. Вот у нас красная розочка начинает цвести. Петушки и рисы сейчас тоже в изобилии. Ну, и королевой все-таки сада в конце мая, я считаю, что это у нас пион. Вот много разновидностей у меня пионов. Это белый. Чисто белый. Вот с такими вот, казалось бы, прожилками розовыми. Видите? Вот такой вот. А вот эти вот колосья дельфиниумов. Вот какие они у меня большие. Колосья эти. Но с дельфиниумами у меня беда. И скажу, какая. Вот этот вот старый домик, да? Здесь живет старая бабушка. Соседка. Она ужасно не любит цветы. И как она умудряется, не знаю. Но через сетку вот ей не нравится. И она обрывает вот этот дельфиниум у нас. Вот мы сейчас посмотрим, какие красивые колосья. Но я не уверена, что мы застанем цветы. А вот ромашечка. Ромашечки тоже много разновидностей. Ирисы. Вот еще ромашечка такая красная. Розовые пионы. Красавцы. Ну, обожаю пионы. Вы знаете, они у меня без подставок. Без подставок. А их поддерживают сами цветы. Другие цветы. Видите, у меня очень густо насажены цветы. И они сменяют друг друга. Перецветают одни, начинают другие. Вот такая вот красота. Вот еще такая ромашечка. Видите, какая. Полная. Не очень красивая. Но знаете, в саду все красиво. А вот мой шикарный клематис. Я не знаю его название. Но он просто шикарен. Видите. У него такие полные цветки. Но не все полные. Очень красивый. Очень красивый. А вот белый клематис. Молоденький белый. Огромные цветки. А возле него пузыреплодник. С красными листочками. Ну, у меня есть идея сформировать его. В общем-то, красиво. Но пока он так. В общем, безобразно. Можно сказать. Но все в планах. Все в планах. Так. Вот еще гвоздичка. Уже другого вида. А вот это вот мой уголок в саду. Тенистый уголок. Здесь солнца очень мало. Но вот такая вот группа растений здесь цветет. Вот еще цветет у нас пион вдоль дорожки. Остатки маргариток. Доцветает. Белый пиончик. Вообще его нужно отсюда забрать. Потому что здесь уже тень. И он не может таким быть красивым, какой и должен быть. Обратите внимание, это тоже белый. Но совсем не тот, который я показывала вам. Это такого лимонного оттенка. А вот турецкая гвоздика. Она только начинает свистеть. Красоты еще своей не показала. Но будем ждать. Я вышла с своего сада и иду на огород. И хочу показать вам свой огородик. Видите, пионы я стала уже выносить в огород. Потому что им тесно в саду. Ну, в общем, недостаточно солнца. Вот они тут красивее. Пионы. Знаете, изумительный запах. Но запах еще лучше нам дают вот эти вот красавцы. Ирисы. Хочу показать. Вы знаете, позавчера мне звонила соседка. Сказала, Наташа, спасибо тебе за ирисы, которые ты посадила в огороде. Почему? Потому что это изумительный запах. Я вам говорила, что у нас узкие участки. Да. И, ну, вечерами люди полят огороды. И запах стоит обалденный. Вот сейчас вот я прохожу мимо. Очень красивые. Вы знаете, я их приобретала. В общем-то, они у меня уже старые. Потому что сейчас есть такое изобилие цветов, красок. У меня они немножко как бы устарелы. Но я их очень люблю. Видите, они уже некоторые перецветают. У них разного срока цветения. Фиолетовые, огромные, красивые. Видите, темно-фиолетовый там тоже очень красивый. Мне очень нравится вот этот вот розовый. Ну, еще раз, запах просто-просто невыносимый. Посмотрите, какая красота. Ну, и, как я сказала, соседи звонят и говорят, спасибо тебе за эти цветы. Ну, у соседей в огородах ни у кого нет цветов. А я уже вышла за пределы огородника своего огорода. Вот, посмотрите, я вам покажу, какой красивый вид у меня с огорода. Видите? Вот так и наслаждаемся. У каждого человека, где он проживает, места чудесные. Ну, и, наверное, надо увидеть эту красоту. Я вам желаю всего самого-самого хорошего. Что ваши сады цвели, цветники цвели. И все у вас было хорошо. С вами была Наталья. Подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok